Приветствую вас на Allstate Online. Это видеозапись обзора. С вами Миша Лемах и по традиции мы начнем с экономического календаря. Рассмотрим события, которые ждут нас на следующей неделе. Я уже говорил на предыдущих обзорах, которые выходили в последний месяц. Всех готовил к предстоящей очень важной неделе. И вот как раз следующая неделя. Это тот момент, когда будут процентные ставки в четверг, в среду и в пятницу. И непосредственно отчитаются такие банки по процентным ставкам, как Фомка ФРС огласит свою процентную ставку. Также идет процентная ставка Швейцарии в четверг. Швейцария считается по процентной ставке в 11.30 по Москве. И также будет решение по процентной ставке в пятницу 18 декабря в 13.30 Центробанк Российской Федерации. Аналитики и прогнозисты ждут без изменений. По всем процентным ставкам ожидается без изменений. Это аналитики и разные прогнозисты по сути. Но посмотрим. Вот как раз вот эти дни. А это опять напомню. Среда, четверг и пятница. Вот среда, четверг самые важные, самые приоритетные. Вот. И если будет изменение процентных ставок, особенно Фомка и Британия. Забыл, Британия в один день со Швейцарией, четверг, 17 декабря. То есть у нас получается 4 Центробанка отчитываются по процентным ставкам. Плюс к среде еще можно добавить запас сурой нефти. И Британия отчитывается по таким индексам, как деловая активность, индекс розничных продаж и потребительских цен. То есть вот будет такой наплыв, в общем-то, потребительских и промышленных отчетов. Австралия будет, отчитается по протоколу создания кредитно-денежной политики. Это еще не процентные ставки, но в целом. И во вторник еще будет безработица по Британии. Это будет 10.00. Итак, подытожим. Вторник. Потихонечку разогревают обстановку объема промышленного производства по Китаю и Британия по числу заявок на пособие по безработице. Понедельник будет более-менее спокойным. В среду начинается, в первую очередь, в Казахстане в День независимости. Заранее их поздравляем. Потом идет отчет Англии, Германии по деловой активности в производственном секторе. Это все будет в 11.30, 12.30 и мы подбираемся немножко к США. В 18.30 и до 22.30 будут отчеты по нефти и процентная ставка. Сама процентная ставка, отчет будет 22.00. Поставьте смартфон напоминание. Среда, 16.30. В чем здесь суть? Дело в том, что квартальные фичерстные контракты уже переходят на мартовский 2021 года. Контракт, поставка и экспирация, у которого в марте. Соответственно, в начале контракта, только-только первые дни, по сути, на следующей неделе будут на мартовском. Март-21. И как раз катализатором для хорошего ударного движения, может, вот если они как-то поменят в худшую и лучшую сторону, в любом случае для трейдеров, для инвесторов это будет точкой для принятия решения, катализации, какие-то действия, изменения, фиксации, открытий. Ну, соответственно, на фондовом рынке это очень отразится может. И потащат свой индекс, соответственно. Ну и валютный рынок. Ну, все отреагирует на найти. Если же без заменения ставят, то в целом те тренды, которые были на прошлом, ну, на этом декабрьском контракте, могут сохраниться хотя бы в ближайшее время, пока будут праздники. Так, это по четвергу. В четверг в 11-30% ставка Швейцарии и Британия 15-0-0% ставка. В четверг, видите, будет утром и в обед. Такие точки катализации, волатильности. Также США читается по числу привычных заявок на получение пособий по безработице. Опять же, этот отчет в последнее время не столь критичен, не столь весом, потому что все понимают, что с этими пандемиями, локдаунами, там, как бы, о каких-то улучшениях и увеличению числа рабочих мест, ну, даже у меня нет смысла говорить. Япония будет докладывать по кредитной денежной политике, но пока без процентных ставок. И, собственно, 18 декабря 13-30% Российской Федерации решения по процентной ставке. Сейчас 4,25. Так, там будет, остальные отчеты будут не столь важны на следующей неделе. Ну, в общем, это был экономический календарь на следующую неделю. Итак, сейчас мы рассмотрим нефть. Итак, я специально подготовил два графика для тех трейдеров, которые начинают свой путь в трейдинге и изучают фьючерсный рынок. Сейчас я покажу наглядное представление того, как идет переход одного контракта в другой. У каждого фьючерсного контракта есть дедлайн, дата экспирации и, соответственно, на одном контракте ближе к экспирации начинают участники торгов выходить с позиции и на новом контракте в следующем открывать позиции. Как это выглядит, вы сейчас видите на, ну, на мониторе, на видео. Значит, сверху контракт январь-21, снизу контракт следующий, февральский. Индикатор или же показатель открытого интереса вот на текущем контракте, который активный, январьский контракт, здесь идет фиксация позиций. То есть вот эти все уровни, которые сформировались на этой неделе, по большей степени просто выход из позиции на старом контракте. А на новом контракте, вот видите, седьмое число на разных контрактах. И обратите внимание, что ценники тоже немножко разные. 46.66, а здесь 46.48. А здесь, наоборот, входят в рынок. Здесь закрываются, здесь открываются. Поэтому уровни, которые вы будете использовать на следующей неделе, нужно брать уже на новом контракте. То, что здесь закроются, уже как бы история, это уже мы оставляем на память. И вот таким образом на новом контракте потихоньку открывают позиции, на старом в этот момент уже фиксируют позиции. Вот так вот одновременно переходят с одного контракта на другой. Вот эта стыковочка, там, неделя-две максимум. Ну, неделя, так точно, вот идет переброс позиций. Соответственно, объемы, которые вы будете видеть на вот этом участке, седьмого числа, на новом контракте, они будут по большей степени на открытии сделок, что подтверждает показатели ликвидного интереса. Итак, продолжим. Значит, по ликвидности, пока у нас идет объем на старом контракте, на январьском. Даже неправильно я сказал, не на старом, она вот на активном, на текущем. На новом контракте идет, пока открытый интерес увеличивается, но здесь ликвидности меньше. Вот у нас получается 46, он 37. Вот поэтому пока части мы еще будем смотреть на этот контракт, но на следующей неделе уже можно смело смотреть анализ делать на февральском контракте. Так, возвращаемся. Надеюсь, было понятно, и теперь вы будете знать, как идет переход одного контракта с одного контракта на другой. Итак, у нас 46, 47 котировочка, был импульс вчера, и в среду также было 300, 307, по большей степени здесь идет фикс, то есть выходит из старого контракта. Ядро на данный момент 45, 15 по 45, 7, так как у нас был восходящий тренд в основном на этом контракте, фиксы, которые вы видите, это по большей степени будут шерстые, то есть выход из покупок. Достаточно плотное несколько недель скопления в районе 44, 47, вот этот прям блокпост определяет. Ну, в принципе, этот коридор будет также на следующем контракте первое время важен, то есть так как здесь очень неплохо набросали, здесь 45, 15, 45, 7, здесь плотненько по каждой цене в районе 100, чем такая, ну, с учетом того, что шаг цены 0,5 у нас стоит. По последней активности давайте посмотрим. Значит, вся неделя была в районе 230, 250 в среднем по ликвидности. Два дня отличились это 9 и 10. В пятницу, как видите, даже половину не набрало пока ликвидности, которая была вчера-позавчера. Ну и, собственно, в дельта. Дельта на шорт, поэтому здесь как бы эти уровни брать на следующей неделе будет, ну, бессмысленно. То есть здесь из пяти дней шорты, то есть идет рост, дельта на шорт. Вот эти вот фикции прям вкусненько вышли. Можете взять и использовать на следующей неделе уже на новом контракте, но я рекомендую то же самое проделать, но проделать на уровнях именно на новом контракте. Там самые хитрые сейчас размещаются и непосредственно 47,2, 47,55 берем в качестве уровня сопротивления 46,46. Минимум пятницы, по сути, закрываем. И вот поддержки, которые были, ну вот если идет фиксация по открытому интересу и вы видите дельту на бай, то это не означает, что там купились. Но пускай будет уровень, возможно, вы будете до последнего дня до экспирации торговать, как вариант, пускай будет этот уровень. То есть он взят из этого торгового дня, 8 числа, очень плотненько, байера здесь приложились, в принципе, реакция пока есть. И промежуточный такой второстепенный уровень поддержки 46,2 по 46,3. Из рекомендаций я бы дождался среды на следующей неделе и уже ближе, то есть в среду, в четверг и в пятницу процентной ставки. Там же будет в среду и запас по 40 нефти. Если у вас открыта позиция, можете пока ее держать до последнего дня, до экспирации. Но все новые сделки я бы рекомендовал на следующей неделе открывать на новом контракте, не на этом. Здесь уже нет смысла. Вы можете занять позицию и три недельки простоять в покупке или продаже. А здесь как бы со дня на день экспирации, и это вам точно не на руку будет. Значит, вот этот уровень поддержки использован даже чуть-чуть шире возьму. Вот так вот. Благодаря среде на максимумах они притавили немножко покупки и вот немножко добавили еще в коридоре. Плотный коридор 46,4-6,30 центов. Далее повторно мы видим два дня подряд в одном и том же уровне идет на одной тоже цене 46,8 покупки. Также небольшие суммарно получились 46,95 и 47,05. Вот это за счет четверга. Ну, единственное, что вот этот уровень я бы точечно точно взял на заметку. Так, по текущему контракту можно небольшие итоги подвести. Значит, здесь практически две недели. Сейчас немножко светлее грязь сделаю. Одну секунду. Здесь полнедели, фактически три дня. Здесь полная неделя была на плате, здесь тоже полнедели стояли в боковике. В общей сложности здесь две недели простояли на 45, по 46 копейками. Вот это ядро как раз образовалось благодаря этому пидстопу. Но сам факт то, что шел рост, я сейчас отображаю скотировку, давайте подгрузим склеечку с октября, давайте возьмем даже с сентября, подгрузим. И после такого стабильного роста, который как раз пришелся осенью, перед зимой, я когда говорил еще в августе, в сентябре, что нефтянка, в принципе, перед зимним сезоном будут подписывать какие-то контракты на поставку той же нефти, газа. И, соответственно, тем, кто продает это, ну, жижу черную, соответственно, им выгодно поднять цены в период подписания контрактов с поставкой. Особенно страны, когда начинают тариться, ну, у них там на пять лет, вроде, если не ошибаюсь, в договорах. Вот, соответственно, ну, спрос на этот ресурс, на нефть, газ перед зимой, соответственно, будет актуален. И, что бы ни происходило, коронавирус не коронавирус, но это, без этого, как бы, перезимовать будет сложно. Соответственно, вот мы видим 36-й, по сути, даже 35-й, по 45-ю 10 баксов мы за осень увидели. Даже не за осень, а с ноября по текущий день, за месяц. По сути, за месяц с копейками. Вот тут был такой боковичок, туда-обратно, и вот мы выросли до 47-й. Сам факт того, что здесь две недели практически стояли в боковом таком тренде, в ликвидности немного было, поэтому сказать, что там прям сильно затарились на рост, пока не поднимается рука, такое даже, ну, не могу такое сказать. Здесь нет такого большого притока ликвидности. По открытому интересу сейчас выходят на старом контракте, и по 300-к обороты были не так часто в последнее время. Вот мы видим 400 ударные такие прям. Это вот скопление вот этой недели, там, где было по 300-400-к оборот катализатор. Потом добавили еще на расширение, и периодически вот простреливают. Вот две таких сессии по 300-к, и здесь могли выйти, а уже открыть на новом контракте, вот эти ребята. По дельте, за этот период самая сильная дельта на шорт у нас была 15 тонн, на покупку фигурировало около десятки, не более. То есть 9-10 тонн, это дисбаланс, который можно было встретить на, ну, в среднем вот по пятерке, по четверке можно, какие хорошие уровни. Затарка очень хорошая, прям вот, можно даже исторически важный уровень зафиксировать, это видно даже невооруженным взглядом. А именно, я сейчас говорю про уровень, так, я думаю, что мне, секундочку. Вот этот массив, как раз вы видите здесь на профиле объема срез, потом тестируют, защищаются, причем защищаются и по дельте здесь отлично все сработано. И на этом же уровне продолжают, ну, здесь прокол был, прям жестко свалились на это, ну, кто помнит такой пролет, аж до 34-й фактически. И тут же сразу задарились вот этими 9,7, вот тормозят 8,4 тормозят, и здесь, в принципе, с 29-го, 10-го по 3-й, 11-й были в основном дельте на бай. Ну и повторно еще 6 тонн, вот, дисбаланс, вот этот вот день. Это вот по лидерам, значит, что у нас тут средний, средний, средняя нагрузка на тик, с учетом 0,05 шаг цены, ну, в районе 6-7 тонн на цену. То есть, если оборот дня разделить на его волатильность в тиках, то это будет вот такой объем. 7-6 тонн, 5 тонн на один тик, в среднем, если распределить равномерно. И давайте теперь посмотрим на Ciel, новый контракт, где тут его запрятал. Это старый. Вот он. Свежий, новенький, молодой контракт, непосредственно под открытым интересом, только набирают позиции, начали потихонечку уже, вот, 6-го числа. По оборотам здесь еще слабенько. Вчера было 46 тонн, и здесь ядро сформировали в коридоре 45-45 по 45-75. Ну, вот, вот эти вот 25 центов. И 45-65, вот лидер по дельте. Штука контрактов, это суммарно за весь вот этот период дельта суммируется на этой цене. По ценнику вы видите 46-68, на новом контракте немножко другая цена. 45-50, 46-55, мы с этим... И, в принципе, здесь можно вот этот диапазон взять 46-45 по 46-65. Весь этот коридор можно взять в качестве ориентированного уровня поддержки. Пока пятница его не пробила, есть шансы, что его могут удержать. Вот, этот диапазончик за счет этих... за счет четверга и того, что пятница пока тестирует, но не пробили. Если пятница уйдет ниже всего, ну, сегодня, тогда есть еще надежда на 46-25 или уже 46-ая. Но, опять же, повторю, что здесь еще не все объемы. То есть, не все участники рынка, не все нефтетрейдеры еще здесь, вот на этом контракте. Какие-то еще остались на старом, и там они будут закрывать свои вопросы в понедельник, вторник. И вот к середе на февральском уже стоит торговать. То есть, там даже если будет объем еще переходить, но в целом лучше, тактически важнее открыть здесь будет сделку. В случае, если все-таки процентные ставки банки начнут менять, понизят или повысят, без разницы. Это катализация для движения, для хорошего тренда. Хотя бы неделю-две можно будет прокатиться, и здесь вы на старом контракте, вернее на старом контракте, вы это не сможете реализовать. А вот на новом есть шансы, потому что есть еще 4 недели. Так, уровни поддержки я отметил. По сопротивлению здесь есть вот такие уровни 47.15 и 46.8. Там 470 контрактов за счет вот этой в пятницу. По дельте, давайте я вам покажу. Дельта была в четверг 1700, пиковая на этом контракте. Все остальные дни, вот вторник нулевая, пятница тоже нулевая. Ну и среда была немножко за шорт. Вот, в общем, вот эта вся ударная часть мы видим как раз там, где я выставил уровни поддержки. Если понедельник удерживает цену в районе пятницы и не ниже, есть шансы, что мы пойдем атаковать 48, но опять же ближе к среде, скорее всего. Так, теперь посмотрим фичерсный контракт на евро. Евро. Текущий контракт декабрьский. И начнем с ликвидности. Значит, пришли к 21 отметке. Даже вот практически добрались до 22. Гидро по-прежнему остается в районе 18, а если убрать, будет точным, то 182 по 1885 в коридор гидро контракта. На новых вот ценах на этом уровне локации это 121 по 21.35. Это вот тот уровень, который стоит мониторить в качестве опорного. Здесь простояли чуть больше недельки. На прошлой неделе пару дней и еще эта неделя простояла. Здесь также стоит отметить VWP 184. То есть мы ушли в зоне перекупленности немножко. Но в целом, как бы, начиная с ноября, тренд идет без остановки. На рост буквально два дня коррекции. Больше, в принципе, кроме вот этой недели не было коррекции совсем. Итого получается разу пять недель. Тут пидстоп был, затяжено немножко, порядком пяти дней. Ну и потом опять в бой. Обратите внимание, что последовательно крупные дни у нас пришлись на начало декабря. То есть вот этот участок, где они расширяли коридор, ликвидность была выше 200к. Ну, помимо пятницы. И сейчас ликвидность просела. Но я, как бы, показываю сейчас уровни, которые мы занесем в исторические данные. То есть на евро в фьючерсном контракте уже переходят на новый контракт. Смотрите. Показываю открытый интерес. На этой неделе просто все выходили из позиции вот здесь. Поэтому был вот такой вот не очень приятный боковичок. Я бы называю это между... Ну, мы между собой называем это мясорубка. Заработать вот в такой каше, вот в такой пиле очень тяжело. А если и заработаете, то это очень тяжело может даться. Ну, мат ожидания слабая и боковушка не дает особо перспектив. По дельте, как видите, мясорубка, она и поэтому называется, что то на продажу идут агрессоры, потом на покупку и это вот туда-обратно без особого направления. То есть пять дней простояли в одном диапазоне. Вот они и сформировали этот уровень 21, 27, 35. Вот. Значит, по новому контракту. Сейчас вам покажу. Там уже, значит, вот уже заходят. Именно на этой неделе начали массово переходить на новый контракт и на новом контракте. Вот это, помните, коридор на старом контракте. Это ядро. А новый контракт сформировал уровень 21, 214 по 216. И обратите внимание, что большинство цен агрессоры идут на покупку. То есть здесь, вот здесь открывают позиции. По дельте, по дельте. Значит, смотрите, у нас идет 4 тонны. Вчера это дисбаланс. Штука, штука, 225 и 600. То есть, вот в целом. По дельте, вот этот день, четверг, как раз здесь набросали прилично. А именно... Полторы, тысячи, семьсот, тысячу, тысячу. Потом 700 контрактов перевес. Тут почти 500. Ну и повторно еще сегодня нагрузили. То есть, ну вот эти уровни. 21,75 по 21,55 можно взять в качестве ориентированного уровня поддержки. Он же фактически ядро контракта. И мониторить, как будет плясать на следующей неделе относительно этих уровней. Сейчас пока не просели ниже. Соответственно, тут видо было пик 1,213. Идет допустимо пока коррекция до 10,13. И объемы здесь уже идут 96 тонн и 121 тонн. Напомню, что там было 200 и 158 вроде сегодня. Сейчас посмотрим. Соответственно, на следующей неделе, дорогие мои, кто торгует? Вот 168, 135, 164, 168. Средний оборот. Ну, стандартная ликвидность на еврике. На еврике вот эта же активность была в среду. Вот по покупкам. Вот она. Но опять же, мне кажется, что вот эти покупки, это не что иное, как этот шорт. Заширтили и вышли. То есть, передумали на самом деле. На всякий случай, 121-ю, 2085, возьмите на заметочку. Потому что это четверг, так плясал от этого уровня очень неплохо. Вот. И покупки были мощные, непосредственно 4 тонны в среду. А на новом контракте вчера, на всякий случай, возьмите это на заметочку. Так. Сейчас мы посмотрим еще золото. Так. Это февральский контракт. Свежий, новый. Вот уже наоборот он перешел более-менее 27-го числа. Была неплохая динамика на прошлой неделе. На этой неделе у них такая реверсивная часть понедельника среда. И прям совсем без направления. Четверо-пятница. Очень подозрительная цепочка расторговки. Они вторую неделю. Вот на прошлой неделе тоже четверо-пятница стояли как бы без особого интереса куда-то двигаться. И тут, в этом же диапазоне, на следующей неделе такая же специфика. Вот на золоте замечено уже давно, что тут прям такие кодовые два дня. Это четверо-пятница. В зависимости от того, как они будут расторговываться, можно ожидать определенных движений на следующей неделе. Значит, здесь у нас рост был без подпитки топлива со стороны байеров. Поэтому тут и закончилась история про рост. Четыре дня каждый день все меньше дисбаланса. И, соответственно, сильно на таком топливе не вытянешь. Ударная продажа в среду это 6,800. Ну и уже готовили все это дело 3 тонны перевес 8 числа. Так, давайте чуть уровни отметим. Значит, по ядру мы видим с вами, что коридор пока на новом контракте я бы взял 18,35. Это вот основной диапазон, где больше всего объемных сделок прошло. И по 18,46. Ну, напрашивается 45, конечно. Вот. И здесь получается у нас верхушка такая на покупках. Это за счет прошлой недели. Вот эти вот дни, которые были закупки на максимуме дня на тот момент. И в четверг. Также здесь добрались немножко байеры для продвижения котировки выше. Разбросали тут, чтобы создать импульс. И тут их, в общем, либо они зафиксировались. Сейчас посмотрим по открытому интересу. И зашли на шорф. Да, вот начали открывать позиции. 404 и 405. Здесь мы сразу берем вот эти очень неплохие дисбалансы. Штука 600 и 500. Ну вот 66 по 73. Уже, в принципе, этот уровень себя показал на следующий же день. И здесь добросали еще немножко объемов. Из таких сильных дисбалансов берем вот 584. И вот здесь, прошу отметить, практически вот каждый тик, но здесь шаг 1 доллар. Немножко в 10 раз сжата котировочка, поэтому не пугайтесь, если у вас будет не так. 61 по 64. Здесь побеждают продавцы очень плотно. Здесь тоже второстепенный уровень, но за счет 584 мы его тоже берем под наблюдать. Использовать как уровень сопротивления. Далее у нас получается вся эта история заканчивается, судя по всему, фиксациями шорфов на том же уровне, где на прошлом деле тарили покупки. Поэтому вполне может быть, что мы видим такой некий торговый па и непосредственно ценник, как видите, возвращается опять же на этот коридор. Поэтому мы его точно должны отметить и очень внимательно следить. Уж больно похоже на то, что хотят малость подрасти. 18-51 и 42. Вот коридор, где на прошлой неделе очень бомбили, очень байеры. А здесь как бы продавцы зафиксировались. Собственно сказали вроде как, не будем дальше двигаться. В любом случае, пока пятница не уйдет за четверг плюс пятницу максимум, пока они будут здесь стоять в коридоре, я бы рекомендовал выжидательную позицию занять. Пробитие 51 уже будет много на что отвечать. То есть вполне может быть, что байеры все-таки под контролем, пока удерживают ситуацию. И тут еще пару поддержек мы возьмем стареньких. Это 14-я и 22-я. Вот весь этот диапазон. Два дня немножко притарились покупатели. Это вот с поддержки. Ну а сопротивление я отметил. Будьте внимательны, осторожны. Думайте головой. По дельте вот такая ситуация, забыл показать. Значит, 3, а я показал 3, 6. Полторушка была в четверг. Так, незначительно. И 1100 пока опять С. Ну а здесь как бы щупали стопы четверга. Среды чуть-чуть не добрались до ударного дня. А так в целом, без этих двух дней в основном были байеры. Слабенькие, но были. Если не смогут пробить этот диапазон, соответственно, вполне можем уйти ниже. Ну, посмотрим, как пятница закроется. Это было золото. Биткоин. На этой неделе практически 3 дня дрейфовал в боковике. Дельта из 5 дней на продажу 4. И здесь отличились 9 и 10 число. Ушли ниже WP 1870. Прошу заметить, что двадцатку они все-таки пощупали. Даже были выше. 20-340. И очень активная была часть у байеров на коридоре 12400-300 диапазон. Но пока, судя по всему, они не у штурвала. То есть за один день, буквально за восьмое число, рухнули до 18200. Ну и продолжают плавненько погружаться до 1760. Вот. По открытому интересу у нас как раз на эту неделю пришлась такая около трехдневная фиксация. Вот эти вот, видимо, покупатели сбросили по максимуму. Вполне может быть, что вот здесь получается у нас дельта 7 тонн, вернее оборот. Давайте точно. 6,8, 6,3. А вот дельта 350, 400. Сегодня 4 тонны оборот. И дельта 92 контракта на стороне продавца. Но это практически не так важно. Обратите внимание, что покупки здесь, в верхней части ценового коридора дня. То есть вполне может быть, что байеры собирают селлеров у максимума дня. И это, как бы, опять же, может подтвердить то, что вот этот весь массив, который пытались покупать. Обратите внимание, сколько дней на покупку здесь. Вот. Посмотрите внимательно. 1, 2, 3, 4, 5. И буквально парочку там на шорт было. И вот этот вот весь пролет на шортах. То есть вынесли, как только вынесли всех байеров, здесь начинается вот тут покупочка, тут покупочка. Это как вариант. То есть возьмите на заметку, держите на... Мотайте на ус. Возможно, пригодится вот это размышление. Также по шортам. Если смотреть с точки зрения возможных проблем с расширением на покупку, здесь в среду у нас получается 18600, 18400 тоже были шорты. Четверг не пробил этот уровень. Немножко активно себя вели продавцы вот в этом коридоре, но там дельта небольшая, как и ликвидность. В целом, вот, собственно... Да, совсем забыл отметить. Четверг оставил след продавцов вот здесь. Пятница послушная, это туре не пробило. То есть мы видим с вами уровни плотные. Продавцы не пробили. Продавцы не пробили. И вот, собственно, если ценник так и останется выше 18400, при тестировании уровня поддержки вполне могут встать на покупку. Уж больно, как-то они... Ну, вот эти, во-первых, два дня стояли в коридоре, хотя дельта на шорт. А этот день просто пощупал минимумы, сорвал стопики, видимо, и возвращается обратно. Уж больно это все на манипуляцию похоже. Поэтому, если здесь не будет проблем с пробитием коридора и здесь, то, скорее всего, я прав. И это был просто недельный такой маневр на снятие стопорей. Так, двигаемся дальше. СНП. Здесь такая же история, как на евро. Идет фиксация вся эту неделю. Это хорошо видно на открытом интересе. Обратите внимание на показатели. 2 миллиона 495 открытых позиций. 2,434 и 2,256. Буквально очень сильно закрылись вчера. Сегодня без изменений особых. О чем это говорит? Вот этот корректос, коррекция, после столь знатного восхождения к 3700 долларов за фишечный контракт. Цена за S&P 500 и 3 дня вот этого коррекция. Ничто иное, как просто результат фиксации вот этих покупок, которые были открыты. И дельта, как бы здесь, само собой, будет именно на продавцовце. 35 тысяч контрактов. Столь большая дельта на шорт. Опять же, вызвана тем, что массово просто все нажали трейдаут, по сути, грубо говоря. Ну, это все дело аккуратненько превратилось в такую активность. Когда покупатели выходят массово из покупок, это что? Ликвидность на шорт. Чтобы закрыть покупку, вы делаете обратную транзакцию. Вы должны продать. Если вы продали, то иначе вы должны купить. Соответственно, обратная транзакция здесь вылилась вот в такую активность. Так, еще отметил я несколько дней. И вот у нас идет отличная дельта на покупку. То есть, те дни, когда был хороший такой драйв. 21 тонна, вот перед ростом 22 тысяч контрактов. Здесь также раскачивали, раскачали до 18. Вот здесь вот такой был. Но перед этим, обратите внимание, день, когда... Вот у нас торгуется одна неделя. Этот день явно был с динамикой на шорт, частично. Но все, что там шло на шорт, они все это дело аккуратненько скупили. Дисбаланс был почти 10 тысяч контрактов. Вся неделя была на покупках. В пятницу даже 13-го была. А на этой неделе у нас получается 8-е число, последний день, по сути, активности байеров. И 16 тонн, а потом 35. Хоп. Поэтому мы видим вот такую активность сейчас. То есть тут выходят, и вот эти 3 дня последние наносить на карту, ну, на сетку уровней, ну, нет смысла. Единственное, что можно взять, просто вот этот уровень, где это хотел всегда показать, и как раз попался в такой момент. Объемное скопление внутри дня. Мы между собой называем ядро торгового, ну, ядро дня. То есть это то, где было большинство крупных сделок заключено. И здесь вот два дня, вот ядро одного дня, и почему-то ядро именно в этом же коридоре делают в четверг. Такие моменты очень часто не только на S&P, на евро можно увидеть. То есть американская сейп, отчасти это очень классно выглядит, когда абсолютно в любом направлении может двигаться котировка, только открывается Америка, цена возвращается на тот же диапазон, и пакуют здесь уровень. Итак, давайте подытожим по этому контракту. Добрались мы до 37,10. По сути, там у нас хай 37,13 даже был. Вот. Как я обещал, плюшки раздали слоников, начиная с 30-го, 11-го, но с ноября как начали рост. Вот такой самый подвижный был в начале ноября. Потом был очень такой паскудный период. Они выносили всех. То есть они вроде бы как растут, но там очень тяжело было торговать. Вот эту часть контракта я не могу назвать самой спокойной. С виду вроде все тип-топ, но вели себя, ну, раз торговки дней были ужасные. То есть они могли просто за первый час-два куда-то уйти, а потом потихонечку пилить ваши нервы до конца сессии. И под конец сессии все это дело еще сбросить, если вы еще как-то умудрились зайти в позицию. В общем, непросто было здесь зайти на покупку или же на продажу, кто спекулировал. Но в целом, как бы, вот самая ударная часть пришлась, конечно, на начало ноября, как раз перед Черной Пятницей, перед Рождеством. Поэтому возьмите на заметку, на S&P это регулярная система. То есть вот перед Рождеством, перед распродажами в супермаркетах потребительская инъекция может вам как минимум раз в год давать хорошую прибыль на финансовом контракте, на ETIFI, где вы открываете без разницы. Так, по уровню. Обратите внимание, сколько локаций по плотным скоплениям на этом контракте сформировалось S&P. Первый коридор у нас в районе 34 по 33,40 за счет вот этой первой недели, первой покупки и потом полторы недели был рост. Соответственно, всех вынесли, потом снова развернулись, пошли обратно. Ну, назвать это как-то адекватно, язык не поворачивается. То есть уже задали темп, могли бы просто здесь продолжить его, но они сначала за пару дней смотались аж до 33 и еще ниже, и потом быстренько так же вернулись обратно. Невероятно просто. Это все произошло вот, смотрите, просто мясорубка всю неделю, потом один день, снова два дня, получается, стоят. Оп, и тут тоже два дня стоят, получается. И вот здесь, кто успел запрыгнуть, тот отлично заработал. Снова мясорубка два дня, четыре дня мясорубка, три дня мясорубка, два, даже три дня мясорубка, тут тоже три дня мясорубка. Ну, в общем, рост был, но он, ну, для спекуляций был абсолютно тяжелым, то есть вот именно для торговли. Вся вот эта яма с покупками, вот они вышли, собственно, вот такие уровни. И вот здесь я отметил коридоры, как двигалось ядро контракта. Постепенно вот толкнули выше, разместились, толкнули выше, разместились, и вот у нас локация на самой верхушке. Сюда же перенесли цену с максимальным объемом. Вот у нас в районе, сколько там, 36,68. Итак, рост есть, и вот идет коррекция непосредственно за счет фиксации. На новом контракте, давайте вам покажу, сколько объем там. Вот так вот. Это новый контракт. Видите, он еще такой достаточно неокрепший. 690к оборот сегодня. То есть на старом контракте, давайте вам покажу сразу дельту. На старом контракте у нас идет продажа непосредственно 3 дня. А здесь вот в пятницу покупки решили открыть, ребята. И 2 тонны был дисбаланс на покупку 9 числа, а сегодня уже 3000 и оборот 690к. Вот так вот ликвидность увеличивается на новом контракте. 48 тысяч, 2330, 690. Но на старом, естественно, она падает. То есть уже начал S&P переходить, хотя сегодня только 11 число. На следующей неделе смело можно торговать на новом контракте. Вот видите, 3 дня падает объем. По ближайшим уровням поддержки, которые стоит взять на заметку, это значит, я возьму уровень вот этих двух дней, плюс вот этот вынос топорей, но все равно с дельтиной бай. То есть в принципе вот здесь затарка на покупку была, тут тоже вся неделя на покупке и тут тоже. Соответственно, ближайший уровень поддержки я бы вам рекомендовал взять 36.15 по 36.40, да, включительно. Основная часть в этом диапазоне приходится на 25. Ну, с 25 по 40. То есть вот эта часть самая плотная по дельте. Ну, здесь мы увидим. Вот, как раз сюда и вернулись. И если, в принципе, на следующем контракте этот уровень будет поддерживать, то вполне можем продолжить динамику на рост. Вот этот шорт, который вы видите на трех шестерках, а это именно три шестерки, не побоюсь этого уровня отметить. Делал тут. Вот три шестерки. Здесь вот диапазон непосредственно... Тут были покупки, а здесь уже были резко фиксации. Поэтому тут отмечался диапазон дельты на шорт. Но все равно, на всякий случай, будьте осторожны с этим уровнем. Может кто-то и на новом контракте захочет здесь заширтить. 36.72. Опять же, напомню, что на всякий случай, особенно касается тех, кто начинает только свой путь, и в спекуляции, и в объемном анализе, здесь выходят, на новом контракте заходят. Вот. И на новом контракте можно открывать позиции и ориентироваться, но ориентироваться нужно на активность, которая есть на более объемном контракте. Тот контракт, который сейчас торгуется более объемнее, он как бенчмарк. Соответственно. Но сверяйте с тем, что происходит на новом контракте. Поэтому все крупные игроки еще по ликвидности здесь, но они уже начали переходить. То есть их путь перетекания объема на новом контракте уже начался. Просто чтобы вы знали, и подумайте над этим, когда будете в конце контракта активно спекулировать, вы можете нарваться на такие вот просто фиксации. За этим уровнем уже никто не будет стоять. Как только крупный участник вышел, там хоть трава горит. Никто этими уровнями не будет заниматься. Поддержка и сопротивление исчезает. Потому что их никто не удерживает, не поддерживает и не занимается этими уровнями. Все. Кэш вывели из старого контракта. Там пустыня. Также вот за две недели сформировали коридор 3554-3575. Возьмите на заметку. В этот уровень поддержки мы взяли за счет вот этих два дня до загрузки вот здесь. И здесь также еще немножко до паковали 3616-3625. Вот частично за эту неделю. Тут три дня, но их уже пока одолели. Пришли на уровень поддержки, который сейчас вот как раз знаменательный ключевой. Это вот то, что я вам отмечу, ну, советую взять на заметку. По шортам, если смотреть, видите, здесь не так много даже уровней на шорт. В целом. Если посмотреть по дисбалансу каждого дня, вот 9-го числа вот немножко приложились продавцы. И в целом так прям сильно аномально. Где-то, ну, вот это само-самое тут вышли. Вот этот коридор как бы фиксил, поэтому будьте внимательны. Так, вот у нас идут покупки. Обратите внимание, где? Вышли за четверг буквально проверить, как ситуация ниже 36-45. Но покупали как раз не за пределами, потому что здесь продавца, покупателю сложно найти. Чтобы купить, запомните, чтобы купить, вам нужно, чтобы кто-то продал. Вы хотите купить хлеб, вам должен кто-то этот хлеб продать. На фичерном рынке так это все работает. Если вы хотите купить, вам должен кто-то продать. Поэтому представьте себе, два дня очень сильно падаем, вы захотите тут шортить? Соответственно, нет. То есть продавца здесь тяжело будет найти покупателю. Поэтому цена очень резко с дисбалансом возвращается в более оптимальный коридор. А это коридор как раз хотя бы на территории, ну, цен четверга. Ну, вот они тут и тарица пока. Возьмите на заметку, от него можно, в принципе, будет отталкиваться в понедельник. Если пробьют этот коридор без проблем, то, скорее всего, мы видим просто фиксацию. Так, цели на весь мартовский контракт, тяжело сказать, потому что тут не только смена власти, то есть на престол пришел Байден, как это все будет сворачиваться, Трамп пакостно-непакостно, плюс с этой пандемией тоже абсолютно нестабильная ситуация. Единственное, что пока процентные ставки низкие для экономики, ну, печатный станок запустили, пока его не остановят, либо же не поменяют название этому процессу. Там программа смягчения, как-то так их можно назвать, там, токсичный, выкуп токсичных активов. Ну, они разные названия дают эти штуки, но в целом, пока у них, они пока заняты покупкой акций, когда на, есть такая коронная фраза, акции нужно покупать, когда на улицах льется кровь. Вот, собственно, чтобы скупить туристический бизнес, авиабизнес, скупить гостиничный бизнес, соответственно, нужно этот бизнес остановить. Ни что иное, как пандемия остановила этот бизнес, все эти услуги, это все, я вам неоднократно говорил на прошлых обзорах, что, если посмотреть на статистику, как двигаются именно эти индустрии, динамика акций, то там как раз идет рост почему-то, то есть, конкретно скупают акции этих всех направлений. И биофарма еще, еще их покупают. То есть, весь сфер услуг, вот эти вот направления, сейчас как раз под пандемию начали жестко покупать, плюс еще объедини. Смотрите на финвизию за этой ситуацией, будьте в курсе, тогда будет проще торговать. Итак, напоследок мы возьмем рубль 48 минут, я просто там коды пишу, чтобы вам потом легче было ориентироваться на записи. Итак, вот такая ситуация, после вот такой отличной 75 по 76 500 за Таркин на продажу. По объемам у нас сейчас идет такой режим в районе 3, почти 4, 3,5-4 миллиона оборот на этой неделе. По уровню, здесь открытый интерес, я сейчас покажу, вы все поймете. Открытый интерес выглядит вот так вот. То есть, выходили 3 дня, вот отмечены они, эти даты, фикс, биг, шорт. То есть, до этого, да, был загружен шорт, мощнейший, вот у нас, здесь был коридор шортов, вот, раз в день, второй день, третий день, ушли. Тут тоже, раз, два, три дня, а то и 4, уровень выделен специально. Это сопротивление, вот 75, 500, по 76, 500, коридор сопротивления, потом идет 72, ой, 77, по 77, 500, это вот эта локация. И непосредственно вот эти шорты, когда их зафиксируют, это непосредственно будет фикс пошел вот здесь, пошли фиксировать 3 дня, и 3 дня там дельта была на бай. Вот, раз, два, три дня, вот больше всего фиксов было непосредственно 9 числа. То есть, этот уровень в качестве поддержки брать бесполезно. Тут просто ребята в конце года, как говорится, жгли мосты. Еще был, ну вот стартовали фиксировать, это 7474 600, хотя не факт, потому что здесь могли даже вот по максимумам дней тариться на покупку. Ну, видимо, это в планах не входило. Выкнив, и соответственно, точно вот этот уровень, как поддержку использовать будет тяжело. Но, по открытому интересу мы видим с вами, что четверо-пятница проснулась, и тут потихонечку начали что-то, открывать. Упали до 2,3, и вот до 2,5 уже выросли под открытым позициям. И обратите внимание, что у нас по активности идет в пятницу. Больше половины коридора на покупке. Дельта 97 тысяч контрактов на бай, на рубли. Но ценник на самом плинтусе находится. Значит, 73400, это если мы будем мониторить, значит, дельта, вы сами видите, объемы 150, вот здесь 400к, 400к, 300к, это ликвидность, вот коридор, за пятницу я думаю сейчас. Вчера еще у нас получается, шортили, вот коридор, но пятница как-то, подозрительно, не вышла за этот, коридор шортов. Видите, так и осталось в диапазоне. Поэтому еще не вечер, еще могут немножко просесть, поэтому пока еще, но судя по тому, как фиксируется пятница, вот эти шорты, видимо, давят на пятницу, потому что она побоялась, прости выше. Ну, не она, а те, кто там сейчас активно торгует. По процентному соотношению, 7% на шорт, против 3% на бай. 44 было в среду, это по фиксациям. Вот, естественно, без спотика, мы тут не разберемся, поэтому мы сейчас переключаемся на спот данные. Я отметил для вас первое, 500 и более тысяч, это дельта только. По ликвидности, давайте вам покажу обороты, и сейчас идут на споте. Томик, tomorrow, поставочка. Так, объемочки у нас идут, значит, 38, 38, 39, это вот, с начала декабря, и все здесь было на отличной дельте. Здесь обороты немножко подупали. Тут также вот, боковик просто железнобетона, 3 дня, и, ну, 9 число, еще более-менее, вот, 3,5 оборотов был. По дельте, 3 дня покупки, вот здесь, или же фиксы вот этих шортов. Тут, вот, 4 или 5 дней конкретно идет снижение. Дельта по полмиллиона, два дня. Вот этот день важный, и вот этот день важный. Собственные коридоры, берите на заметку, а именно, так же, вот, если подытожить, то 76 по, да, 75-76, это вот и есть уровень сопротивления. Можете себе просто этот, ну, жестко коридор поставить. Еще один уровень сопротивления, который вот, промежуточный, за счет 4-го числа и 7-го числа. То есть, здесь, если присмотреться, два дня, вот, конкретно коридор штормили, штурмовали. 74,10, 74,30 копеек, это вот сопротивление на ближайшем уровне. По поддержке трудно сказать, потому что здесь очень похоже на что фиксировались. Но, можно заметить, три дня к ряду, но вот здесь выступают байеры по этой цене, 73,2, 73,15. С вами был Миша Лемок. Вам хороших выходных. Берегите себя. До следующего обзора. Свои вопросы пишите в комментариях. Постараюсь ответить на все. Профитов, профитов, профитов. Экспирация на носу. Помните это. Ну, и процентные ставки на следующей неделе не пропустите. Могут раздать неплохо денег. До свидания. Пока.